Почему на нас летит галактика Андромеды? Что вы знаете об этом? Я хочу сказать, что все процессы в космосе, они заранее, скажем так, спрогрозивны, заранее запущены и движутся по циклу. Какие-то вещи на планетарном уровне можно изменить. Если цивилизация на планете вышла на высокий уровень, она может управлять своей планетой. Вплоть до того, что планеты можно перемещать, то есть это вещь непростая. Если галактики сближаются, с другим расходятся, в этом ничего страшного, это вещи цикличные, то есть есть существа тонкого плана, в частности эти божества управляют. Хуже, когда, например, на нас движется определенная мерность, и нам, чтобы выживать, надо менять свое сознание, а мы не можем, потому что мы привыкли жить как животные. Животные, они мерность свои менять не могут. Если животным, если что, помогут, либо они быстро переродятся, то с людьми уже совсем не так. Поэтому хуже тогда, когда меняется мерность. Мерность, насколько я знаю, меняется даже, если вы подниметесь на Землю, на энное количество десятков километров, она будет там меняться. Но в тех пределах, которые для нас допустимы, если эти пределы еще больше, это становится опасным. На нас движутся астероиды, на нас движутся другие тела. Есть такие частички в космосе, которые движутся с огромной скоростью и пересекают планеты насквозь. Известна история про нейтрино, которая может без остановки пройти сквозь планеты. Но она не оказывает на нас, в общем-то, никакого участия, если это не специальный заряженный поток, через который что-то передается. В этом плане на определенной частице существовало, скажем так, высокоразвитые, могут записывать информацию. То, что, например, ученые считают нейтральными, на самом деле они не совсем нейтральны. Они нейтральны, исходя из того, как их зарядили, на что их зарядили. Галактика Андромеда на нас движется, и за историю Земли на нас много кто двигался. На сих пор Земля же на месте осталась, слуха Земли уже больше миллиарда лет, и уже за эти миллиарды лет, наверное, много чего уже двигалось. Земля все еще на месте, не развалилась. В большей степени Землю разрушают войны межгалактические, которые происходят. И то, что творит человек, ну, творит человек, к счастью, в меньшей степени. Эти галактические войны, эти, скажем так, атаки на Землю, это когда осколки луны на Землю падают. Эти, конечно, вещи более глобально меняют то, что происходит на Земле, и, в общем-то, всю экосистему. Я бы на вашем месте опасался не Андромеды, я бы опасался на то, что ваше сознание не развивается. Потому что если она развивается, то к тому времени, когда Андромеда к вам приедет, вы будете готовы ее встретить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok